приветствую дорогой дима дмитрий носко мой друг и ученик как специалиста у него свой институт там германии вот я хочу сказать что совершенно недавно я дмитрию послал вот это вот видео которое я увидел в интернете и мне прислал с улейман о том что есть такое вот направление когда вся планета почти 130 стран собирается мира и пытаются обсуждать о чем говорили пророки что они говорили совсем не о том что потом искажалось транслировалось тысячелетиями и столетиями и дошло до самых последних учеников и в разных религиях и в исламе и буддизме и в христианске и христианстве и иудаизме в конечном счете доходит буква буква доходит смысл вылучивается я диме диме послал и дима очень скрупулезного же как говорится немец такой немцы немцы же они вот именно тем обладают что они способны методично педантично он просмотрел этот материал и нашел там кое-что вот почему нам нужна школа потому что почему мы вместе сила потому что мы вот разные грани высвечиваем мы выясним чем фейк это не фейк это есть там что-то правильное неправильное потому что нам часто задают вопросы что вы думаете про телепатию про ясновидение про эзотерику я вынужден это все отвечать и вот дмитрий он мне прислал записку и я сразу ему позвонил скажи дима что ты хотел сказать но в первую очередь я хотел бы сказать что я сам поддерживаю эту идею что люди во всем мире должны объединяться должны разговаривать на тему как обустроить жизнь чтобы всем хорошо жилось на скажем так коротко вот и когда я прослушал твое первое видео где ты включал выступление мулы или или как ребят этих называют в израиле но в общем священника израильского он все правильно говорил правда красиво говорил что бог вне религии вот такие вещи а а после я обратил внимание на это видео где значит было был кусочек там по моему 25 минут с с начала этой конференции про который ты говорил вот эти 130 стран да мы люди собрались вот это вот все большое мероприятие но я с вниманием стал слушать то есть первые 10 минут мне было интересно значит начинают говорят там про религию хорошо сижу слушаю должен сказать что в последнее время видимо связи с короной со всеми этими мероприятиями которые у нас в германии тут происходит я со многим не согласен и поэтому видимо в последнее время внимательно слушаю что именно говорят внимание слежу какие слова употребляют то есть оказывается виртуальный мир не такой как мы себе представляем и на самом деле реальный мир совершенно другой после виртуальный мир там надо разбираться более скрупулезно потому что там под например как сейчас часто его эзотерики делают мы же не говорим например я вот никогда не говорю о том что то что наука не доказано этого не существует я же так не говорю я говорю о том что те люди которые то что наука не доказано подают как будто бы доказано наука вот против чего мы выступаем потому что наша школа она как раз таки должна очищать зерна от плевел потому что мы же должны как раз таки адекватно подходить поэтому мы там в отличие от религии мы вот эти общечеловеческие качества выделили выделили перечислили любовь все переживание мы перечислили ряд и мы сейчас обсуждаем это самая основа которая в религии за тысячи лет она выпарилась оттуда осталось только буквы которые передает но вот это поэтому так происходит я тебе очень внимательно слушаю давай дима и извините перебил на очень важно было мне это сказать ну вот и в там в течение 10 минут значит ведущие начинают говорить что вот там это религия и и трактовали люди а у нас есть пророк и так далее и так далее у меня начинает появляться со временем за первые 10 минут такое ощущение что я на мероприятие какой-то секты но вот потихонечку начинают такие сомнения появляться я слышу там такие слова как извращенец там целовать руки я начинаю себя думать постойте вроде это мероприятие на 130 стран вроде мы собрались как объединяться на чем-то позитивном говорить а тут в первое время в первые минуты начинаю так сильно давить на то что вот религии все разные они все неправильно что-то там все это люди были создали вот как ты говоришь да вот эта буква об этом все все упирается в букву то есть смысл был потерян тогда то есть в общем как бы подход вроде как бы правильный то есть общие идеи правильные а потом в деталях когда смотришь о чем говорят какие слова выбирать какая агрессивная риторика появляется то тут как-то сразу настораживаешься я признаюсь я вот эти после десяти минут у меня сразу желание отпала вообще дальше смотреть потому что я уверен что дальше выступали люди наверняка которые грамотные правильно все говорили но это дело в том что ведущие задают он ведущим платят деньги за то чтобы они это вели у меня сразу возникли вопрос ведущих это ведущие говорили на то есть там два парня один темнокожий другом пакистанец но и вода пакистанец он такой в черном сидит в черном с красным и так вот он как-то вот ну ну в общем он просто говорил агрессивно и называл людей какими-то другими словами что было неприятно слушать да то есть интонация была не то есть видимо и но как он он понимал что он делает иначе бы он там просто не сидел и и вот для меня быстро так вот складывается в голове то есть человек сидит ведет агрессивную риторику знает причем где он находится для кого это делается и ведется что ты можешь этот кусочек не минутки вот там вот отметить прислать мне в ссылке или сейчас прямо скажи чтобы обратить внимание ну вот ссылку я в скайп тебе прислал последнюю и там вот спал восьмая минута восемь с половиной минут проходит там вроде все ничего и вот с этого момента до 9 30 то есть 8 30 до 9 30 до восьмая минуты каком видео которое как называется это видео на вот этом портале что это право т.в. вот и там видео на 25 минут я понимаю так она нарезана потому что по сообщениям вроде как это конференция там 8 часов длилась и там 25 минут теперь я не могу тебе сказать начало это только конференции или там нарезка со всех еще раз посмотрим потому что я когда смотрел это видео я не обратил внимание потому что некоторые слова воспринимаю иносказательным вот он недавно грех выступал говорил я не за грех я сейчас не за кого не против не за я пытаюсь он говорил о том что как же можно давать людям знания не тогда вот если они себе сделают самоидентификацию поймут кто они зачем они куда идут ну общими словами так и говорю то они же перестанут управляться взяли люди большинстве своем отсюда эти слова из контекста из его основной речи до чего он это говорил он просто приводил им пример что если люди станут сознательными ими нельзя будет управлять а люди брали в интернете эти слова из контекста выдергивали и давай везде ставить по всему интернет увидите что хотят с нами сделать этот граф я не за греха и не против греха сейчас вообще я говорю о том как происходит человек впечатлился словами не подумал о чем речь идет контекст выпал у него из головы не видят картину мира целиком и давай все вот смотрите что с нами хотя вот я поэтому я там видел какие-то интонации тоже я подумал может он какой-то пример приводит или он это у него обращение было такое вот я хочу поэтому человек призвать кто за дисон проверить пожалуйста давайте мы у кого время есть желание есть посмотрим это видео еще раз уже с той точки зрения более критично правильно вот для чего наша школа и нужно чтобы мы друг другу помогали с разных сторон высвечивать истину искать дадим спасибо тебе огромное ну ты когда гитары покажешь как-то на гитаре научился уже играть это просто просто записать и все прислать долго тебе да нет но как но хочется сделать хорошо это значит надо звук чтобы было нормально подключить а где ты еще вот и мне там какую-то ссылку сбросил в украине оказывается называется какой-то еще смотри я после решил глянуть что это за люди то есть откуда ну ноги растут скажем так откуда финансирование где они сидят зашел что 30 стран вот эти да нет ну нет вообще в конференции они говорят что не 130 стран включено вот или они вещать на 130 стран вторая конференции направление которое это направление называется по моему общество созидание жаня говорят надо выйти из общества потребления надо сделать общество созидать это хорошие слова как коммунизм давайте пошло я это понимаю я это понимаю это правильно говорят там правильные слова много общей идеи правильно интересно вот ну я решил посмотреть значит кто кто этим занимать где сайт где эта организация но какая-то же организация правильно не может человек один организовать это все и вот вот и самое интересное что зайдя на сайт посмотрев в интернете сначала про про это мероприятие увидел что много очень похожего текста и на одно в одном из текстов было написано как называется этот сайт англоязычный где это все происходит я зашел на него первым делом чему я последнее время научился это заходите смотреть данные то есть кто это чья фамилия где офис находится просто вот тупо вот просмотреть где это и и самое интересное что и там не было этого и вот это первый уже признак того что что-то тут не ладно потом там было внизу значит на этом сайте две-три ссылочки на другие порталы которые почти так же назывались но там с другими этими окончаниями то есть доменами там тв например да для телевидения и так далее но я чуть-чуть дальше покопал потом на в одном месте нашел что значит данные все собираются в киеве в украине на украине то есть получается 130 стран собирается данные участников ну как вот email там и так далее ну то есть профиль может быть много обычно то что в интернете делаются на когда люди на сайт заходят значит в киеве потом искал искал дальше конкретно так и не нашел прямо адреса но было видно что номера все украинские ну хорошо может быть она конечно находиться украине ничего плохого в этом нету но как-то мне непонятно почему именно англоязычный сайт значит англоязычные ведущие 130 стран мира второй год да это мероприятие проходит и мы вдруг про него только услышали то есть 130 стран мира два года уже проводят конференции а мы тут вдруг только вот в разом выясняем что это что-то это такого нет у них штаб-квартиры там они написано наши контакты какие-то ничего не есть до телефон есть имел пиши а вот чтобы приехать к ним постучаться с ними поговорить нету телефон есть телефоны там стоял три по моему ты можешь позвонить спросить где ваши координаты или счетчик скажи наш ролик доктор хочет свечу выступить у вас нужно позвонить туда может любой потому что если там говорят по-русски да ну я исхожу из того может быть они конечно скажут что мы только паук по украински говорим или фантазии я имею ввиду не в украину позвонить а туда вот кто организатор это международный как номера то наука наука украинские то есть вот эти вот номера этих стран а украина там вот этот вот вот это вот всепланетная конференция 130 стран украине то что делает я не понимаю не знаю в украине кто она также и называется что сайт называется я даже не знаю как то есть но это можно быстро там на в этом видео видно и у него же на этом сайте языков там несколько не знаю сколько 30 40 языков и наверняка там есть украинский язык у них у него у кого на этом сайте синхронный перевод на несколько языков на много языков вот если ты на этот сайт их зайдешь на сайте к украинские или сайте который один только сайт к по украински да но он не украинский право тв прислал мне интересные видео я его посмотрел я очень впечатлен я выступил с роликом у нас на ю тубе и сказал коллеги друзья участники школы посмотрите ваше мнение так мне это было симпатично потому что там было сказано то о чем мы говорим все время о том что религии не выполнили сегодня сегодня не выполнили того что говорили пророки потому что пророки видимо говорили не о том о чем нам сегодня говорят потому что все религии пересорились между собой пандемия есть поэтому если бы религии действительно делали то, что пророки говорили о человечности, о чем, собственно, мы сегодня говорим. Давайте создадим науку человечности, человеческие качества. Как знамя под ними мы будем на них ориентироваться, как на коммертон, на любовь, на сопереживание, на созидательность и так далее. То мы поможем сегодня решить вопросы и с коронавирусом, и со всем остальным. Потому что человечность будет развиваться. Мне было симпатично, потому что я подумал, в унисон с нами, но еще не дошли до нас, потому что они вопрос о том, что науку создать в человечности, а науке свои критерии. Это определения такие, это такие определения, когда язык создается новый, однозначно доступный для каждого, которым нет толкований таких, как хочешь, так толкуешь, понимаешь? Определения, как в науке, строго так сделать. Мне понравилось, а потом мне там кто-то написал в комменте, и это очень хорошо, мне написали, естественно, реакции. Наши участники все время их призывают, пишите комменты, как думаете, не надо идти за авторитетом. Как думаете, так и пишите. Да, мне прислали, это что, АЛЛАТРА, что ли? А я не знаю, что такое АЛЛАТРА. Я открыл, что такое АЛЛАТРА. По-моему, какая-то АЛЛАТРА. Как-то так, по-моему, сайт и называется. По-моему, он так и называется. Ну, кто-то взял, может быть, похожее название поставил. Я в этом особо не разбираюсь, я поэтому в надежде на всю нашу школу, что все там посмотрят. Потому что мне там сказали, это секта какая-то, это еще что-то. Я там написал, да нет, это не АЛЛАТРА никакая, это совершенно новая. Я прислал из Права ТВ. Нет, это вот АЛЛАТРА, это вот этот сайт, я смотрю на Украине, про который я говорю, это есть, это АЛЛАТРА. Так они-то вообще какое отношение к той международной корпорации будет? Ну, видимо, потому что на сайте этой АЛЛАТРА вот эти видео все этой конференции Да, я по-моему, себе на сайте тоже поставил. Это же не значит, что я как раз к ним отношения. А там какая, там указано, почему они сейчас на сайте это поставили. Сейчас посмотрю. Ну да, но много таких тоже, я не против этой АЛЛАТРА, я вообще не знаю. Я просто хочу сказать, любой человек может взять сейчас и Академию создать. Вот мы с тобой сейчас хочешь Академию создать? Да, договоримся. Ты в Германии, здесь у нас будет написано Международная Академия. Давай, как хочешь, название сейчас придумаем. Давай. Сначала придумать, чем заниматься будем. Я просто говорю о том, что поставить на свои сайты такие великолепные, там и крем, там или еще что-то. Поставить на свои сайты и гнать свое, понимаешь? Это же много. Я же говорю, виртуальный мир требует внимательного изучения, потому что он совсем не такой, как нам кажется. Как нам кажется в нашем мире. Это в свое время социализм был такой, когда, помнишь, наверное, ну все было так прекрасно, колхозницы такие счастливые, с серпами, с косами, на тракторе там такой, вот прямо человек, прямо такой счастливый, социализм, да? Это же виртуально реально взяли. Ну правильно, сегодня, ну как сегодня уже, вот сколько, 10-15 лет в интернете можно анонимно двигаться, можно какие-то комментарии оставлять, да? Нет, не под своим ником, ну вот анонимно, в общем, все, многое что делать, ничего не бояться, что тебе придут, там по морде дадут за это, ну я вот так утрирую, да? Конечно же, правильно, аватарки там природницы совсем другие, ответственности нету, что делать. Что делать? За последние несколько лет, да, вот это понятие фейк-ньюс, подделанные новости, тоже нужно осторожным быть. Я тебе могу одно сказать, здесь в Германии какое-то время вот курсировало фейк-ньюс, что типа русские ученые, значит, во время короны вскрывали, значит, трупы и, ну, нашли, что типа это никакой не вирус, а какая-то бактерия, понимаешь? и даже это типа на сайте здравоохранения, там и туда-сюда, на немецком, причем. Ну, я что думаешь, я зашел сразу, как это прочитал, на сайте здравоохранения, пролистал там за последние полгода их все сообщения, ни на одном не нашел про это, вот, и, ну, там еще пару, нестыковочек было в тексте и, и ты понимаешь, что, ну, это, это что-то не то. Я вот недавно за, я понял, Дима, спасибо, я недавно слышал, мне товарищ передал, что там какие-то нашли в масках теперь, в масках нашли, какие-то, то ли, роботов, микроскопических, наноскопических, в электронном, на генетском, микроскопе, и там проводят исследования, и теперь уже полинтернета занято, господи, нас же теперь там чипируют и так далее. У меня возник вопрос, который я хочу сейчас всем сказать. А я своему другу, который мне это прислал, у меня, оказывается, микроскоп есть, он не электронный, но в нем все видно, и он тоже нашел в китайских масках, которые новые, он купил, или ему прислали, я не знаю. Привет, привет, Ренат, привет. Он нашел, я ему сказал, слушай, а вот эти, которые проводят эти научные типа исследования, там какой-то доктор, там шел прямо в белом калахе, в микроскопе. Давай зададимся вопросом. Это же электронный микроскоп. Электронный. Он, да, вот этот электронный микроскоп, я лично никогда в него не смотрел. Может быть, взять, для чистоты эксперимента, маски десятилетней давности хирургов, хирургов, просто взять и посмотреть, в электронный микроскоп, может, там тоже они ладят. Смотри. Электронный микроскоп это, понял? Да, это что, серьезно что ли? Да. Сколько раз увеличивают? Ну, достаточно, скажем так, чтобы сейчас, подожди, показать смогу, нет? А, вот, видишь, дигитальный микроскоп напишет. Да, и что это? Ну, здесь можно настраивать, так сказать, это, но сейчас не суть. Я хотел сказать, что да, я слышал правильно, я сам проверял. Сколько раз увеличивают твой микроскоп? Сейчас, подожди, не помню, не помню, но он хорошо увеличивает, ну, достаточно, чтобы вот этих червячков я видел, то есть там они есть, но это не червячков, смотри, я видел видео, действительно, где там вот эти вот черные волоски. Я видел, я просто хочу сказать, мои девчонки, раз мы все проверяем, почему бы для, потому что я знаю, что такое плацебо, как вот эти самые, ну, всякие вот эти шаманы, как работают, что они называют это какими-то словами, которые вот, человек, который не знает языка этого, этих образов, некоторые люди так буквально воспринимают, что он действительно с духом разговаривает, а он со своим подсознанием разговаривает. Это же образы. Вот это очень сложно все. Вот поэтому я хотел сказать, мы же могли бы сейчас взять и предложить вот это, для чистоты эксперимента, чтобы не как плацебо было, плацебо тоже не проверять, неправильно понимают, как проверить плацебо, чтобы для чистоты эксперимента десятилетние маску, тогда же не было проблем с ковидом, просто взять и найти где-нибудь хирургическую маску, и вдруг окажется, что при таком многократном увеличении, что там тоже есть эти волосики, черненькие, которые лазят. Я могу сказать, вдруг окажется, вдруг я же не знаю, я просто спрашиваю, такой вопрос же они себе не ставят. У меня есть один знакомый парень, Виктор, и мы недавно эту тему переписывались, он говорит, у меня жена работает у врача, и она говорит, оттуда принесла маски домой, и вот он их просматривал, говорит, там в этих масках, которые сделаны в Германии, нет такого, а большинство масок, которые сейчас наводнили здесь Германию, приводят с Китая. То есть китайских нефть, а в этих нет, да? Да. Как так может быть? Китай специально закладывает туда, что ли? Ну, просто я... Если это делает какое-то надмирное правительство, так оно везде закладывает, не только в Китае, правильно? Ну, подождите. Я не верю в это надмирное правительство, я сразу могу сказать. Я знаю, что это просто... Дима, я тебя перебил, извини меня, но я хочу сказать, мне кажется, очень важную вещь. Я сейчас тебе скажу. Представь себе ситуацию. Миллион народа на земном шаре, миллиард, миллиард или там больше, и все они с разными характерами, с разными взглядами, национальностями, религиями, нерелигиями, кто еще любит танцевать, петь, ну, а не раз. Вдруг все это столкнулось с неизвестностью. Ну, упало что-то такое, взорвалось, и качнула земля, все выжили, но не знают теперь, что будет завтра. Неизвестность, неопределенность. По моему мнению, тогда и получаются вот такие вещи, как сейчас. Все начинают в размещении находиться, одни говорят так, другие так, началась паника. Вот мне кажется, это не это не международная, вот это какая-то спотевшаяся между собой какая-то кучка, которая хочет там всех цифровизировать, а именно столкновение человечества с новой угрозой. И все растерялись. И теперь каждый пишет то, что он думает, и все спорят, и все боятся, и правительство тоже. Они же тоже в панике. Ну, любые президенты, ну, ты представь себе, если завтра тебе шарахнут, ты тоже теряешь голову, правильно? Ну, это не просто, да, когда так сваливаются, я согласен. У меня же такой кучка людей, какие умнейшие люди, которые, несмотря ни на какие проблемы, ни на какие апокалипсисы, сидят и точно планируют, что-то. Таких же людей нету, потому что малейшая произойдет, новая угроза, новая неопределенность, бездна, неизвестности, и эти же самые руководители начнут бегать, метаться, как быть, как делать, какие приказывают. Ну, это же чрезвычайная ситуация, когда нету четко прописанных правил. Так вот сейчас мир столкнулся с этой новой неопределенностью, и поэтому возникает у всех ощущение, что нами кто-то управляет, там, да не паника нами управляет, а в панике вот такие ситуации, кликушество, там, кто-то там с кем-то, журналисты пишут один одно, другой другое, там что-то проверяют, подозревают друг друга, доносы пишут, там что-то, ну, это обычная история паники. Мне так кажется, но я сказал, может, я ошибаюсь, вы можете сказать свое мнение, там доклады римского клуба приводить, там еще что-то, история покажет. Пройдет время, как сегодня история говорили про того это, про того это, потом стали говорить наоборот, история покажет, были эти правительства, не были эти правительства, но то, что люди в панике, это точно, и это касается не только тех, которые сидят вот здесь, вот, это касается и тех, которые там сидят, все в панике, потому что это неизвестность. Сейчас это какая-то пыльца на нас, и типа опыляется, какая-то небесная радость там, или еще что-то такое, кто его знает, что там опыляется, кто правильно что-то может сказать в момент, когда это неизвестно. Может, это обычная вещь, которая, то 5G, то там 4G, но все же в кучу валят, когда люди потерялись, растерялись, в панике. Ну, извини, я просто часто с людьми, которые в страхах работают, паники им помогают снять. Поэтому я хорошо понимаю, что если такая паника у всего человечества, то понятно, откуда родятся вот эти всякие идеи. Извини, я закончу. Я с тобой согласен. Я даже за собой замечаю, когда начинаешь там вечером читать новости или какие-то альтернативные медиа, и вот тебе кажется, что мир в тартарары катится, что вот не сегодня, не завтра, и надо детей в охапку и валить куда-нибудь. Ну, вот так вот, я буду это утрировать. И потом, через время, понимаешь, ну, нельзя так слишком, ну, это фокус, да, вот ты сфокусирован, у тебя внимание зафиксировано, на чем, валится, 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 и ты уже потом, ну, не видишь выхода, ты вот в этом туннеле, и у тебя только вот вперед бежать, не оглядываясь назад. Это одно, но второе, я должен заметить, вот, если бы мы с тобой год назад разговаривали, я бы с тобой, наверное, быстро согласился, что, ну, нету там людей, которые это все задумывают, и так далее, вот я, глядя на всю ситуацию, которая здесь, в Германии происходит, могу сказать следующее, год прошел, а год и ныне там, и ты знаешь, понятно, что в начале, да, я не исключаю, что они там были напуганы в правительстве, как ты говоришь, люди все правильно, и все были напуганы, никто не знал, но спустя год, мы понимаем, что людей не умирает больше, чем убирало в другие года, если мы посмотрим, например, как в школе сейчас все происходит, то это просто катастрофа, вот у меня двое детей, они ходят в школу, и получается там следующее, что они уже, можно сказать, с декабря, в школе не были, с декабря, хорошо, четыре месяца прошло, хорошо там Новый год был, там праздник и так далее, можно чуть-чуть, три месяца дети в школу не ходили, теперь, значит, они вводят тестирование, два раза в неделю, обязаловка, то есть, и вот такие вот палки, и ребенок сам должен сюда сидеть, и засовывать, понимаешь, не медицинский персонал, учителей этому не обучали, они этого не делают, они просто стоят и смотрят, ну, как, чтобы, да, то есть, как регулировать, так сказать, менеджеры, так сказать, а дети сами должны себе в нос, да, вот ребенок 11 лет ему, или 8, он сидит себе, значит, палку эту в нос засовывает, и уже вот сказала подружка моей дочери, что в последний раз, когда она там была, мальчик себе повредил носу, у него кровь пошла, вот такие вещи, понимаешь, что получается, что вместо того, чтобы организовать школу так, чтобы дети группами приходили небольшие, да, чтобы они там, ну, не обменивали сильно, вот боятся же заражения, да, например, ну, хорошо, они пришли там в масках в эту школу, да, зашли в здание школы, сели на места, сними маску, занимайся, расстояние-то, вот, если вас там приходит, только полкласса, да, разделено обучение, там, скажем, сегодня одни полкласса пришли, да, потом другие, а ты знаешь, что происходит? А говорят, нет, ваши дети должны приходить вот в этих масках, в респираторах, заметьте, которые для взрослых предназначены для работ каких-то там, в пыльных помещениях. Вот это я тебе хочу сказать, я это очень хорошо понимаю, потому что я понимаю, что этим и чиновникам, и те, которые приказы пишут, вот ты знаешь, людей, которые нормальные, которые действительно здравомыслящие, их какие-то единицы, какие-то проценты. Во всем человечестве, во всем человечестве очень мало людей, которые здравомысливают. И поэтому он, когда попадает в эту ситуацию, ведь для того, чтобы до этого додуматься, чтобы можно, вот как ты сейчас сказал, что дети же приходят, они же на некотором расстоянии. Для этого же надо посидеть, подумать. Надо же защитить эту инициативу перед вышестоящим, чтобы ему потом упреки не сделали. Отстоять ее и создать это, и действительно создать детям нормальную обстановку. Таких людей мало, которые своей головой соображают и готовы за свои мысли побороться. Ну, все боятся, это же как сложно подчиненное предложение. А вдруг что-то скажут, а вдруг не сейчас скажут, а потом, когда у нее другая ошибка будет, вот скажут, вот так делаешь неправильно. А самое печальное слово? Ну, не хочет никто. Это все люди такие, это, ты меня извини, это и буддисты, это и христиане, это и в исламе, и в иудеи, это все такие. Маленький процент, который своей головой соображает, который может от стресса, стрессом управлять, выходить на состояние такого свободного сознания, обнуляться, восстанавливаться, когда он в безмятежном состоянии может лучше понять, как мир устроен, видеть картину мира целиком, задуматься, что происходит. Таких людей мало. Мы же этому как раз и учим, и нулевому состоянию, и так далее, и объясняем, что это такое, что людьми руководит стресс, а стресс – это неуправляемый транс, что люди в гипнозе, непроизвольной гипнозе, и там, что вот, ну, мало людей, которые свободно мыслят, хомо сапис, мало их. Я тебе могу сказать, поэтому, поэтому, мне кажется, тысячи, тысячи лет самые благие идеи людей, которые вот этих мало, которые эти идеи говорят, это и были, может быть, и пророки, да, но потом это все трансформируется по мере того, как тысячи лет проходят, толкуется, а кем это подхвачивается, и людьми недобросовестными тоже. Вот случилась неизвестность, все на нас навалилось, люди запаниковали, не знают, как делать, а кто-то вот и использует это, вот это, может быть, это и появилось потом, вот это вот, кто захотел этим воспользоваться, людьми еще больше закабалить. Это же, это же такое дело, борьба добра и зла, она же постоянная, это не в том смысле, что есть змей такой вот с рогами и копытами, как некоторые представляют себе, а на самом деле это тенденции, связанные с тем, что человек не только состоит из психи и души, он состоит еще из тела, тела свои требования, эгоизм, тепло, хлеб, души свои, дарить, любить, поживать, это же вопрос природы человека. И как только человек попадает в неизвестность, у него начинается стресс. Да, если он не научится управлять этим стрессом, вот это все и создается. А учат этому, вот именно те, которые и пророки были, и мастера, Будда там, или еще какой-то, поняли это. А буддисты, там такой же тоже процент остается, небольшой, который на самом деле понимает. Вот я Далай-Ламу слушал, поразительный человек. Ну просто влюбиться можно в его речи. Какой он молодец. Ну как мало его, понятно, слышно. Потому что, я смотрю, наши ученые к нему приехали, там встречались с ним, с Далай-Ламой разговаривали. Это Черниговского, это Черниговская, там еще кто-то. Ну несут какую-то чепуху, понимаешь. Они там, потом этот, приехал этот самый, как его, БД, что ли, или как его, композитор, которого все знают, хорошие песни поет. БД, как его зовут? Барис Гребетчиков. Барис Гребетчиков. Ну хороший парень, он свободный парень, он свободный парень, поэтому он такой независимый мышление. но он же, но он же не ученый, понимаешь, он там тоже ходил с этим, эти желтые шарфики, ходил, и потом они все вот это, они думали, что это и есть, вот это прикосновение. А Далай-Лама со светлой головой, он говорил о правильных вещах, а они вот какие-то вот зашоренные, понимаешь. Вот это мне, вот это то, что хочу сказать в завершении сегодня, Дима, спасибо тебе огромное, спасибо, всех привлекаю, давайте наши все участники школы посмотрят с разных сторон, чтобы понять, где там правда, где неправда, чтобы мы понимали. Мы одни сегодня здесь, которые занимаемся наукой человечности, обсуждаем ее, что она сегодня крайне востребована, иначе происходит вот эта пандемия, всякие войны и кризисы. А наша школа занята тем, чтобы сохранить разум на планете. И, короче говоря, мы одни такие или есть еще кто-то? Искать контакты. Конечно, надо, и не попадать в секты какие-то. Да, согласен. Контакты надо искать, надо людей достаточно интеллигентных, и те, которые понимают, что происходит. Здесь в Германии тоже есть такие. Вот. Но большинство действительно спят, даже вот соседи тут, да, ты сталкиваешься и не понимаешь, ну как, речь идет о твоем ребенке, понимаешь, а им все равно, они им, либо вот, их не трогали из окна, не высовываться, да, чтобы их там незаметно было. И вот, ну, сказали нам, нам же сказали сверху, мы делаем. А что поделать? Ну, а что вы сделали? Понимаешь, вот весь менталитет. Да, говорят в Германии порядок выше справедливости или выше воли, или что-то такое. Ну, это характер лаварцев, например, как у меня, характер другой. А-а-а-а. Что-то там эмоции там или что-то. Ну, конечно, есть какие-то, есть вот педантичные люди. Вот у меня сын мой очень такой, он рисует когда-то, очень педантично, у него такие четкие, а у меня такой размашеский. Ну, и так же и народы, так же и народы. Каждый народ имеет свой характер. Да, поэтому немцы сделали Мерседес. А другая национальная себе культура сделали там что-то другое, песни прекрасные. Кстати, у немцев прекрасные песни есть. Короче, мы все прекрасные, но вот людей здравомыслящих на самом деле оказывается не так много. Да, похоже на то, правда. И оказывается этих людей потом распяли или там повесили или застреляли. Да, очень много писателей прекрасных у нас, прекрасных. Я Льва Торского очень люблю. Вот и я думал, Хасай, что делать? Сейчас я буду всех бегать кто-то посвящать, это будить, так меня тоже скоро распонут, знаешь. Ну, вопрос, я тебе про то и говорю. Я тебе про то и говорю. Это Молчание ягнят, этот фильм Молчание ягнят, прекрасный фильм, где играл вот этот вот, как его, ну, короче, Хопкинс. Кстати, он говорил там на каком-то интервью, что он умеет перевоплощаться, уже так прекрасно играл, по-моему, потому, что он проходил систему Станиславского. Я видел это, видел, да. Да, Станиславский ягнят, тоже человек. Ну, ладно, в общем, давай, я тебя обнимаю, Дима, держись, потому, что если у тебя появится мысль, бежать из Германии в России или в Японию или еще куда-то, давай сейчас встряхнем немножко стресс и посмотрим, еще пару дней посмотрим. Мне кажется, сейчас будет критическая масса этого напряжения, а после критической массы напряжения, как ты знаешь, по концепции ключа напряжение плагодует. И тогда начинается другое состояние. Ну, подождем, я думаю, 2-3 дня надо подождать. Через 2-3 дня появляются какие-то новые качественные новости. Ну, уже появляются, если честно, потихонечку у нас. Ну, я думаю, что да, следующие 2-3 месяца будут еще интересными, потом будет видно. Потом у нас же выборы в сентябре здесь. Наша фрау отъезжает после 16 лет. Ну, надеемся, по крайней мере. Ладно, все. Готовим гитару, а я приготовлю даму с гитарой, чтобы всю нашу школу порадовать, потому что нам всем нужно много сил, много энергии, много здоровья, потому что нас всем ждут великие дела. До встречи. 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 До встречи.